Я очень рад, что медийный хоккей в нашей стране начал развиваться. Сейчас вы смотрите выпуск с первого в истории медийного турнира по хоккею. Если вы еще не посмотрели выпуск с первого дня турнира, то вам однозначно стоит это сделать, чтобы полностью погрузиться в атмосферу и быть в курсе всего происходящего. Сегодня очень сложный день, потому что мы приехали после другого турнира, на котором отыграли целых три игры и заняли там первое место. Побежаем, выходим в финал и забираем. Сейчас будет больно. Традиции. Бог хоккея, я все лидер. Хоккея не обманишь. Вот доказательства. Ты не обманишь. Идите на кучку. Полупинал. Просто надо. 8, 6, 6, 5, 4. Мы в хорошем состоянии. Мы выиграли турнир, хоть и мало, но у нас самый главный турнир здесь. Мы заехали сюда, так что будем курсаться. Да, ну, как уют. Пацаны, мы снова здесь. Йоу! 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 Сегодня в нашем составе пополнение. Кеннадич на обезболивающих превращается вновь в хоккейного месси. Эти клубы в материале. Идем за вторым. Я высоко переневаю. Сила есть. Играем чисто на эмоции. Тренер сегодня решил поддержать нас. 6 человек. Было слезовато играть. Выходит в поле с травмой. На уколок. На обезболивающих. Я не знаю, вот вилл подсушился. Я просто одни мышцы весь. Жир ушел. Виктор Геннадьевич, тренер, превращается в хоккейного месси. На турнире хоккей-медиатурнамент в группе мы заняли второе место. Поэтому нам сначала предстоит сыграть матч в 1-4 финала против команды «Друзья Уральской Классики». Главная медийная звезда команды «Друзей Уральской Классики» известный вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Настрой, настрой. Главное настрой. Поймать пацанам, чтобы все было, все было, как мы хотим, как мы задумали. Давай, ребята, let's go, guys! Let's go, boys! Проходим в полуфинал, побеждаем в полуфинал и забираем миллионы. Миллионы – это не главное. Деньги – не главное. Главное – просто победы. Геннадь, let's go! Вот они, вот они, высшие звери. Сразу видно настрой, сразу видно по каждому движению, что все готовы, все заряжены становиться чемпионами этого турнира. А также приехал еще один новичок нашей команды – Владислав Короткий. Скажи мне, почему? Почему не играет моя песня? Я не понимаю. Мы не оставим ни единого шанса сегодня. Организаторы внесли некоторые изменения в правилах. Теперь время бонуса чистое, а также сократили перерывы между периодами. Давай, давай, давай. Играем, короче, так же, вот как с ареной Пэйн. На п***ю вообще. Спокойненько. Получаем удовольствие. Силы экономим по максимуму. Один за спектр, все за залог. ГОВО! НБСК, как ЦСКА, идет все турки забирать. Подключил шагу, мужик, не шагу. Пару забьем, потом встанем. Делайте, что хотите. Сначала сделайте результат. СНБСК выходит из своей зоны. Вячеслав Пакар заворачивался. И первый гон. Ну, тут кач салит. Вот. Как бы установку услышали, да? Ергенович бросал поворотом. Макаров поймал. Стос, поменяйте. Больше, больше бросаем. Мы посмотрели, что могут команды противника. Братанчик на веолит. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу, я не так наводил. Красота, красотища. Все как учили, как бы, я не удивлен. Как устал это повторять, опять по двоим окном. Это называется, как в лучшие времена в Арселоне, тики-таку, тики-таку. Такие раздаю просто. Друзья, хоккистик здесь. Фор, шор. Красавский, красавский, ну, очень много лишнего. Он еле на ногах стоит, но много лишнего. Я просто с клюшками да беда с прошлого турнира. Да они вышли, думают любитель, любители. Сейчас любители нам встыгают и все. Нужно забить минимум 4, потому что мы не знаем, что за бонусы. Забить надо, ребятки! Забить! Да, в общем, хорошая была игра. Прямо сразу было видно, что плей-офф такой здесь. Вовремя взяли бой! Вовремя забить! Конечно, тренер хороший. НБСК забрасывает третью шайбу, 3-0, пока что так очень уверенно. НБСК забрасывает третью шайбу. Никто мне пятюню не дал. Миняйся один! Мой дорогой, я тебя никогда не обделю. Ты подразни, скажи, никто пятюню не отдал. Хоть две отдал. Да, братай, понимаешь, братай, поигравший в NHL. Это Андрей Макаров. Братай, который играл на молодежном чемпионате мира с Василевским. Не помню, в каком году еще. Может, даже в 2011 году, когда они выиграли. Играл за Баффало Сайборс, Кунь Лу, Нефти Химик. То есть это человек с большим опытом. На самом деле прикольно поиграть против Фратаря, который действительно поиграл в своей жизни. Он видел большой хоккей. Нововведения, которые явно идут в скамейку. Хорошо в шлеме, да? А, подождите, здесь дали буллит, да, за выбор шайбы. Будет буллит у нас от Ильи Винокурова. Сейчас если забьет, то мы продиктуем его номер. Можете записываться на подкатке. Если нет, то приходите ко мне. Вопрос сделает не у тебя будет. А вот вчера был один такой, да? Нет, вчера вы видели все сами. Согласись, намного легче играть 8 человек. 4 на 4. Вот 8 человек оптимально. Там два звена, потому что ты так. Плюс мы еще по определенному меняемся. И комфортно, реально комфортно. Куда ты разогнался со шпагатами? Горячко порвешь? Нельзя, поэтому надо подождать партнеров. Она прорывает сковород, она опрашивается. Уральская классика отыгрывает одну шайбу, это 3-1. Говорю, держи игрока. Нельзя расслабляться, нельзя. У меня с кринжа наваливаете. По-прежнему шайба у них. И вот здесь только падение одного из их игроков. Останавливает в итоге игру. И за подножку будет наказана команда друзей уральской классики. Но у нас сразу будет буллин. Короткий. И тоже не забил. Жокер самый лучший игрок чужой команды. Жокер самый лучший игрок чужой команды. Сзади, сзади, останьте. Опа! Второй раз сетку прошили. Вчера Серега прямым прострелил. Сейчас второй заходит случай и 4-1. Пускай! Следующая! Следующая остановка, да? Эу, бонус, бонус, бонус! Забить! Валяй! 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 Хороший гол! Субтитры сделал! Как рука? Сейчас нормально, собрались. До этого хочу. А рука-то как? Да пойдет, блядь, пока, нормально. Как раз он! Так, даже лучше! Так, даже лучше! Спокойно! Счет позволяет, все как угодно, ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, а короткий он самый, он лидер. Он вообще, нет, короткий – это лучше. Он не понимает, насколько он хорош. Ребята, короткий – молодца, парни! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавцы, спасибо, мужики, спасибо, ребята. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Видишь, это поведение лидера, мастодонта этой игры. Для друзей уральской классики турнир заканчивается вот такой памятной фотографией. Все равно всегда приятно. Слушай, из детства идет на турнирах играть, в турнирах себя праздник. В целом, нам этот матч был очень на руку. Мы снова вкатились в этот формат, выиграли соперника без особо больших трудностей со счетом 10-2. Ну что, друзья, у нас полуфинал. Играем против команды «Старт», «Арена». Там очень много мастеровитых ребят с опытом игры. И КФХЛ, и на мировых первенцах даже играл. Там Степанов за сборную Беларуси играл. Настрой запредельный. Будем стараться, будем биться за команду. Самое главное, как всегда, получать удовольствие. А вы, если еще не поставили лайк, обязательно это сделайте прямо сейчас. Давайте установочка на игру, ребята. Эй! Второй день. Изменения в составе. Латып-зверь. Играет не по правилам сквозь боль. Сегодня будет валивать, всем помочь. Считай обязательным, эй! Заряженный по полной. Пускай по делу волны. Важно всегда помнить. Это наш день войны. Братик Кипи-фан, с ним выходит коз. Давайте все туда, вам решать вопрос. Вопрос на миллион, это будет сложно. Но на воротах карт железобетонна. Тёмным вечер перестал быть. Мы на ёпске, это наш быт. Играть красиво, разжигать пламя. Нету сил, но стоять прямо. Тёмным вечер перестал быть. Мы на ёпске, это наш быт. Играть красиво, разжигать пламя. Нету сил, но стоять прямо. Выходим. Получаем удовольствие. Главное кайф получить. У команды старт очень сильный состав. Целых три человека с опытом игры в КХЛ. Андрей Степанов, Сергей Коньков, Денис Казеонов. А также достаточно других мастеровитых ребят, которые по регламенту не проходят как профессионалы, но играют на очень приличном уровне. На полуфинал появился новый Джокер. Игрок ЖХЛ и Олимпийской женской сборной России по хоккею Нина Пирогова. В полуфинале было страшнее всего, что команда соперника получит карточку, из-за которой мы должны будем играть с пустыми воротами. Мы очень надеялись этого избежать. Первый бонус был полный отстой. Команда соперника не меняется в течение минуты. Второй бонус намного интереснее, где соперник играет без клюшек в течение минуты. Одна вниз без клюшек, а вторая не меняется в минуту. Честно говоря, у меня уже мозоли на ногах. Это больно, казалось-то. Я, знаешь, как в том ролике, где я тысячу раз раздался. В этих местах начали появляться мозоли. В каждый брусок вообще очень больно вкладывался. Мы что, готовились опять к серьезным. Вы, честно, даже не играли с ними. И особо не попадали, просто посмотреть, как они играют. Так что отчасти это непредсказуемо. Но нам нужно только победить. Только победа, и все. А вратари не очень сильно. Напоминаю, чтобы они бросали, если заигрываться вы. А дальше закрывать их просто в коне и забирать все силы. Чтобы они с**мались, и мы их потом задушили. Давай, сейчас выходим. Е, Петров, Кеннадич и Кузьма? Нет. Давай как начинали. Как начинали, выйдем. Сейчас будет бой. Сейчас будет бой, я. Давайте пугаски п**ть. Выигрываем тот, кто больше хочет п**ть. Мы миллионеры. Питийный хоккей. На шпылицо по снегу. Начинаем игру. Давай, давай, мужички. Евгеньевич, иди сыграй быстро. Давай, давай, Евгеньевич. Епифан отдает классную передачу на Коза. И первый опаснейший момент у ворот соперника. Хорошо, парни, хорошо. На Джокера играем, ребят? Да, с Джокером надо поиграть еще. Булит, 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 булит. Команда Старт в начале первого периода заработала удаление за нарушение численного состава. У нас появляется хорошая возможность забить булит и открыть счет в матче. Епифан удай, пусть Епифан бьет. Спокойно, спокойно, вообще. Булит пошел исполнять Епифан. Давай, давай. Не забивает Епиф, хорошо положил вратаря, но не попал с бэкхэнда. Такой шанс. Ребят, там вратарь, на самом деле, не профессионал. Вратарь обычно. Надо забивать, бросать больше. Эмблема святая. Но в следующей же смене Епифан выигрывает вбрасывание на косо. Кос на винокура, тот снова на епи. И это гол. 1-0 мы повели в счете Отличное начало матча для нашей команды. Спокойно, парни, продолжаем. Давай, епи в зонку. В зонку. Давай, давай спокойнее. Честно говоря, я хочу спокойнее отреагировать. Я не могу, прям взрываюсь просто. Танц за команду болею, так переживаю. Играем, играем. МПСК ведет со счетом 1-0. Все, ну соберись. Где руки-то? Здесь повезло, что мне не дали удаления, хотя могли. Молодцы. Хорошо, Винокур. Проще, проще, проще. Наелись, парни, меняемся. Молодцы, молодцы. Они все вторым темпом, один всегда на него. Команда соперника очень часто располагается в нашей зоне. Прямо как дома. Хорошо использует преимущество одного игрока с Джокером. Сейчас аккуратно оба будут пытаться делать. Давай, мальчики мои, мальчики мои. В этом моменте Джокеру нужно было скидывать на вершину. Дорожи, дорожи, Шаби, дорожи. Неплохой наброс от Хоса, Епи грамотно закрывал обзор вратарю. Лохак рассказывал вам про одного игрочка, какой-то там команда старт. Зовут Александр Панков вроде. Ребят, аккуратненько с ним, пожалуйста. Его чуть ударишь клюшечкой или дунешь в его сторону, он, к сожалению, упадет и удаление, а нам удаление не нужно. Да, пока у них не самые сильные пускай выходят. Тоже вытянуть, он много делает, он много бегает. Евгеньевича срубают и это удаление. Булит. Я верю в нашего вратаря игрового, как никто другой. Как еще Евгеньевич эффектно и артистично упал, но это чтобы наверняка дали удаление. Зачем прямо ехать вратаря? Зачем прямо ехать вратаря? Зачем? Ну совсем что-то не заладились булиты у Евгеньевича на этом турнире. Его фишка уже не проходит. Степанов создает опасный момент у наших ворот. Молодший карп! Все нормально, нормально. Это концовочка, сила экономика. Я вообще это чтобы поднимал, я бежу на 100 баллов. Проиграли два вбрасывания подряд, получили опасные моменты у наших ворот. Карп справляется уверенно. Молодчики, пацаны, молодчики. Кост сначала бросает по воротам после входа в зону. Потом за воротами, борясь за шайбу, случайно зарабатывает удаление. Ой-ой-ой-ой, Казионов там сейчас. Ну нормально, поднимается Денис. Эй, а в чем проблема? А шайба у меня была. Большая разница. Эй, ну что там было? Это, рамки, а что было? Денис Казионов будет бить пулит. Ну, Казионов, тем не менее, штрафной бросок сейчас исполняет. И Карп спасает нашу команду. Я потом посмотрел повтор и охренел. Карп, можно сказать, шнурками отбил эту шайбу. Казионов все делал максимально грамотно, но наш вратарь сделал супер-сейв. Бог хоккеев все видит, Бог хоккеев вискует. Он увидел, что там не было нарушений. И это доказывает хоккей. Хоккей не обманешь. Вот доказательства. Ты не обманешь. Короче, план такой, у них есть третье звено. Оно объективно послабее, чем два звена, которые у них есть. Мы хотим взять карточку. Карточка гласит так, звено, которое было на поле, остается еще на минуту. И мы хотим взять ее на то, так скажем, более слабое звено у них. И на этом фоне забить им голову. После булита команда соперника решила использовать бонус. Мы в течение одной минуты должны играть одной рукой, в том числе и вратарь. Очень важно выстоять и сохранить наше минимальное преимущество в счете. Играть! Опасно бросают, но шайба попадает в заградительную сетку после подставления. Хорошо! Здесь мне пригодились упражнения на коленках от Майкла Найопски. Активными действиями на коленях из клюшка в одной руке удалось выбить шайбу у Казионова. Не пропустили во время бонуса соперника, и это очень хорошо. Молодчики! Меньше пяти минут до конца первого периода. Но команда старт продолжает натиск на наши ворота. Видно, что команда владеет преимуществом. Молодчик! Мы решаем также воспользоваться своим бонусом, но чтобы он начал действовать, нужна остановка матча. Команда соперников не может меняться и должна провести еще целую минуту без смены. Степанов! Назад Степанов! Все, пошел, 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 пошел! Ноги! Они не бегут, все, они встали! Винокур зарабатывают удаление, действия бонуса приостанавливаются. Да и для игроков команды старта это только на руку, чтобы передохнуть. О! И сейчас будет штрафной бросок в ворота НБСК. Здесь мне не совсем понятно, почему Степанов выполняет штрафной бросок, если нарушение было на другом парне. Но Карп прочитал Степанова и оставляет свои ворота на замке. Позже Карп рассказал, что в голове вспомнил, как Степанов ему забил буллит на челленджах, исполняя его примерно так же. Буллит Ярабова! Но на этот раз вверх одержал Никита Карпов. Две минуты до конца первого, все еще 1-0. Отключали, желаю! Но вот сейчас побежали, не прошла передача. Опасная атака от команды старт. Казионов на Джокера, Пирогова на Степанова и... Снова на грани фола, судьи дают играть. Хорошо! НБСК летит в ответ в атаку, это 4 в 2. Один сзади, один! Сзади один! А там люди догоняют, здесь подставлена клюшка и шайпа покидает пределы игрового пространства. Сзади, пацаны! Нервы, 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 нервы. Заканчиваем первый период, ведем минимально в счете 1-0. И если честно, то у соперника преимущество по созданным и опасным моментам у наших ворот. Чего только булиты стоят. Но мы держимся, свой момент реализовали, в обороне на максимум отработали. Все в порядке у нас. Играем замечательно. Нужно один, еще два моментика реализовать. Конечно же, побегут после перерыва. Нам нужно просто этот темп их немножко выдержать, чтобы они опять задохнулись. Бросать, бросать! Вообще не работает! Поэтому, ребят, побольше бросков и первые минуты сейчас второго периода просто выдержать натиск. А не задохнуться, у них одни и те же играют постоянно. Лично у меня уже было почти полное опустошение по эмоциям и физическому состоянию. И в атаке давайте побыстрее начинать. Вот они вперед, они теряют, они назад, они бегут. А мы начинаем, если подложить вперед задать, мы начинаем вот это вот катать. И вот Нина Пирогова, она стоит за ней. Ну и шипать, отдайте ей, а там один бежит. А мы ее вообще не используем. Нину используем побольше. Она всегда на донесе. Она стоит открытая. И человек бежит, человек, который бежит, а вообще не перекрывают. Пользуем пятого игрока. Стерочку ее можно дать, она пока войдет. Наши блядь, ну, кореш! Спокойно заходим! Самое интересное. Начинаем второй период полуфинала. Кого? Давай! Епифан сразу же создает опасный момент у ворот соперника. Го! Поближе, 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 поближе. Не беги, не беги, спокойно. Зачем даем столько пространства ему? Карп в шпагате останавливает очередную шайбу. Молодчик! Молодчик! Молодчик, молодчик! Не стал, блядь, сильно бросать. Хотел между ногами. Ну и боялся, чтобы контратаку отскочить. Хотя и так отскочила, блядь. Хорошо! Все, все, все! Да выкинь уже, блядь! Бежим в опасную контратаку. Колс дает пас на меня, я вхожу в зону и решаю бросить поворотом соперника. Пытаюсь добить коньком, клюшкой, шайба отскакивает на Епифана и тот попадает в штангу. Отличный момент был у нашей команды для второго гола. Посмотрел повтор и понял, что по-хорошему вратарю могли дать удаление за задержку моей клюшки. Надо было шаг сделать, шаг. Типа еще бы туда, понял? Чуть-чуть вот не хватило. Не клюшка, а ногами чуть больше добавить. Зионов опасно бросает. Шайба проскальзывает между ног. Но Карп вовремя сориентировался и вытащил ее из-за своей спины. Очень опасно и хитро бросал из-под Епифана Денис Кезионов. Евгенич уже даже как второй вратарь подключился страховать. Да выкинь, да ч**баный фон, блять! Куда? Забить! Забить! Смена! Смена, забить! Борь, борь, блять! Я вратарю, блять, просто его завозили туда мы. Тюренька хаял я. Разыграли стандарт как по учебнику. Выгранное вбрасывание, передача защитнику. Дальний бросок по воротам с помехой вратарю. Вводи чуть ниже и, быть может, был бы гол. Давай, давай, давай! Напряжение просто лютое. Ребята. Давай, 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 давай! Все, оттуда. Еще один, один! Степанов начал обыгрывать косо. И тот случайно сделал ему подножку. Снова удаление и нам будут бить буллит. Выстоять, выстоять! Снова дуэль Степанова против Карпова. Ничего себе! Карпов просто вытаскивает! О-О-О-О-О-О! Нет! Нет! Это сейф Василевский! Не просто так! У него 88-й номер. Ёпта! Ничего себе! Никита Карпов делает сейф как один из лучших вратаре мира Андрей Василевский. Причем оба играют под 88 номером. Это просто какая-то фантастика. Хорошо. Молодчик, карта. Старт. Сразу же создают опасный момент и забивают рукой. Напомню, это можно делать на данном турнире. От стихла скачу вашему. Он поймал и ворота ее бросил. Но игрок соперника находился в площади ворот и создал помеху нашему вратарю. Поэтому этот гол, конечно же, не засчитали. А здесь судья пропустил удаление на Епифане за высоко поднятую клюшку. Причем это двойное удаление, так как было рассечение. Снова атакует старт и Карп тащит, сохраняя минимальное преимущество нашей команды. Старт зажимает нас в нашей зоне и снова создает несколько опасных моментов. И тут происходит самое худшее, что может произойти в полуфинале важнейшего турнира. Команда соперника активирует бонус, из-за которого наша команда должна в течение одной минуты чистого времени играть с пустыми воротами без вратаря. Но и на этот случай у нас заранее был план, что если соперник использует именно этот бонус, то на воротах станет играть Евгеньевич в полевой форме, так как имеет хороший вратарский опыт. Мы хотели просто устроить шоу, но судьи и организаторы турнира запретили это делать. Значит странные карточки с увлажнениями есть, а свои хитрости применять в медиа турнире нельзя. Очень странно. Хотели обхитрить правила, но они их на ходу меняют. Все, что не запрещено и не прописано, значит по сути можно использовать. У нашей команды огромная злость за такую несправедливость, но приходится смириться с тем, что есть и биться с пустыми воротами. Старт выигрывает вбрасывании и Кос спасает наши ворота после приличного по силе кистевого от Степанова. Сразу же убегаем в контратаку и Короткий почти забивает гол. Мы пытались сделать все, что в наших силах, но Степанов все-таки забивает в пустые ворота. Счет становится 1-1. Очень обидно. Но самое главное не расстраиваться и постараться больше не пропустить в пустые ворота, потому что в прошлом полуфинале успели забить целых 3 гола в пустые ворота за 1 минуту. Что у вас ловится? Мы бились как тигры, старались ловить все шайбы на себя. Кос великолепно отработал в обороне, отобрал и удержал шайбу. А здесь еще и классная контратака получилась. Короткий вновь, к сожалению, не забивает. Очень хороший момент. Мы выдержали, не пропустили. Мы атакуем и имеем возможность забить и выйти вперед. Я здесь не очень удачно сыграл в обороне. Распластался, как лягушка, и мимо меня спокойно прошла передача. Но коз с карпом подстраховали. Кривой! Не бегай, не бегай. Давай, 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 давай. Очень важный момент. Мы хотим воспользоваться бонусом, но для этого нужна остановка матча. В этом моменте судья фиксирует удаление высоко поднятой клюшки. Очень важный момент в матче. Нужно забивать и побеждать игру. Давай, давай. Кос пытается забить между ног вратарю, но не выходит. Счет остается прежним. 1-1. Мы активируем наш второй бонус. Команда соперника должна играть без клюшек в течение одной минуты чистого времени. Очень классный шанс забить для нашей команды. Надо забивать. А вот, а вот, ёбанка, я не тяну стоят. 20 секунд осталось. Он дадут, он дадут. Но тут начинается что-то неладное. Команда старт начинает тянуть время, чтобы бонус перестал действовать в последние 2 минуты матча. Ну и пошел розыгрыш. Кос. И сейчас стартует вот эта отметка в 2 минуты последние. То есть теперь сейчас, если забьет против бонуса. Какого-то хрена диктор объявляет, что бонус закончил свое действие, хотя прошло всего 20 секунд. В предыдущем матче, где мы играли против друзей Уральской классики, бонус против нас продолжал действовать в последние 2 минуты матча. А здесь решили зачем-то его отменить. Как бы сказал Виталий Магранов, что-то непонятное на латышском. На латышском, да. Что-то на латышском было сказано непонятное сейчас. То есть по сути, надо ли использовать всего 20 секунд бонуса. Я настолько сильно ударил по стеклу, что даже сломал табло. Что там, Яркузи-то гуянит. На самом деле произошла супер запутанная история, которую я хочу объяснить. Игроку команды старт дали удаление за то, что тот взял 2 клюшки одновременно. У меня же подгорело из-за того, что у нас сгорел бонус просто так из-за пробелов в регламенте. В тот момент я даже не заметил, что соперник заработал удаление. Эмоции взяли вверх, иначе бы сдержался и били бы буллит только мы. А в итоге вышло обоюдное удаление. Буллиты в обе стороны. Где они бил буллит? Я понял, но они тянули время. Сколько? Сколько времени я тянули? А сколько он с вами разговаривал? Приезжает, наверное. Подожди, ну ты же судья. Так, штрафной бросок сейчас в ворота старт-арены. От нас штрафной бросок пошел исполнять Епифат. И это гол. Мы снова повели в счете. Хорош, хорош. От команды старт бьет двукратный обладатель Кубка Гагарина, опытнейший Сергей Коньков. И Карп снова не оставляет шансов на буллитов команде соперника. Сейчас произошел просто полный. Другие слова не рвать пи***ец. У Кузьмы сгорели нервы. Нас дали бонус, мы взяли бонус. Команда соперника тянула. Они просто пи***цы. Команда соперника долго тянула время. И нам типа на бонус осталось 30 секунд. Даже 21 секунда. Мы ничего не успели сделать. Кузьма пошел разбираться. Он просто сгорел. Он там при***л клюшку в двух местах. Его дисквалифицировали с этой игры. Это просто тут страсть, они не накаляются. Тут как в аду, жарко все. Пауса нет. Окей? Все. Просто, ребята. Сейчас просто можем отбросить. Это не важно. Все равно. У них просто не имеется в виду, что у них зло в тарма. Поэтому лучше всего шайбочку поддержать. Мужчины не забивайте, включите. Все. Убрасывайте. Давай, давай, мужички, я вас сделаю. Чуть меньше двух минут до конца второго периода. Наша задача – выстоять. Последние две минуты – один гол за два. Поэтому счет 3-1 вместо 2-1. Но по сути это уже без разницы. Красавец. Все правильно, все правильно. Но мы свое возьмем. Бог хоккея все видит. Я это неоднократно повторяю. Я вам все видит. А время ноль, что за х***я? Там все, что там все сбилось. Старт активно пытаются затолкать шайбу в наши ворота. Так, здесь пытаются затолкать шайбу. Команда «Старт» решает снять своего вратаря и пытается забить нам по сути в шестером, если считать с Джокером. Пошел на дальнюю. Лягет, не забивает. Карп опять останавливает. Очень опасный момент. Карп снова спасает наши ворота, дотягиваясь к краешкам своего щитка. Пустые, пустые. Давай, 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 давай. 40 секунд примерно до конца этого периода. Степанов на большой скорости входит в нашу зону. Короткий выцарапкивает шайбу у двоих соперников, отдает пас на Геннадича. И тот попадает в пустые ворота, забивая важнейший гол. Это 5-1. Остаются считанные секунды до конца матча. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это пускай в финале. Хоккейного медиа турнира будет играть с хоккейным клубом Царицын. И это победа. Победа со счетом 5-1. Эту победу смело можно назвать именем победы Никиты Карпова. Что он сделал в этом матче? Это просто какое-то чудо на льду. Карп отыграл этот матч на ноль. Сделал целую кучу феноменальных спасений. И благодаря этому мы в финале медийного турнира. Вот и шоу. Шоу получилось. Шоу получилось. Поиграет? Я не буду кричать, орать. Надо ставить эмоции хоть немного. На финал самый важный. Всем молодцы. Всех с победой. Давайте похлопаем. Молодцы. Блядь. Давай, Микрады. Сейчас командочка была. Настоящая команда. Судьи пытались сгибать. Они там что-то п***ли. Все собрались с единым кулачком. Удаление, неудаление. П*** на судейство. В конце выстрелили. Забили еще. Отдельное слово хотелось бы сказать нашему вратарю. Четыре булита отбить. Но это просто выточить команду. Вы меня извините? Спасибо. Спасибо, парни. Матон, здорово. Наша команда выходит в финал, где мы снова сыграем с командой Вабона ХК «Царицын». Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ